Задай вопрос губернатору. Глава региона проведет прямую линию в редакции окружной газеты «Неарена Виндер». До 2020 года в благоустроенное жилье переедут около 2000 жителей округа. В регионе утвердили адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Затянуть пояса и грамотно планировать окружные аграрии составляет бюджет на следующий финансовый год. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Глава региона Игорь Кошин проведет прямую линию в «Неарена Виндер». Она состоится во вторник, 18 октября, с 12 до 13 часов. Общение с читателями газеты проходит ежемесячно. Прошлая прямая линия в редакции состоялась 13 сентября. 90% обращений главе региона касались жилищного вопроса. Все обращения, поступившие на линию губернатора, в случае необходимости фиксируются отделом по обращению граждан и обрабатываются в личном порядке. Вопросы губернатору можно отправлять также на электронный адрес редакции rednvsobakatnet.ru. Телефон прямой линии редакции 42173. Сохранять производственные показатели и грамотно планировать такие напутствия получили окружные аграрии на заседании сельскохозяйственного совета при губернаторе Ненецкого округа. В рамках совета подведены итоги работы отрасли, отмечены основные достижения и озвучены задачи на предстоящий финансовый год. В новых экономических условиях окружным аграриям предстоит так спланировать свою деятельность, чтобы не понести финансовые убытки. Оленеводство и молочное животноводство – приоритетные направления сельского хозяйства в нашем округе. При поддержке региона фермы и сельхозкооперативы заметно улучшили свои производственные показатели. Так, производители молока получают поддержку объемом в 20 раз выше, чем была в 2013 году. Поголовье частных и общественных оленей с каждым годом растет. Аграрии имеют ульготы на электроэнергию и кредитование, доставку продукции на местный рынок. С одной стороны, мы с вами можем констатировать, что уровень поддержки наших аграрьев по ряду направлений в разы выше, чем в соседних регионах. Я думаю, вы это прекрасно знаете, каков уровень поддержки и в Архангельске, и в Коми. И самое, что вызывает, наверное, сожаление, то, что зачастую выделяемые средства не всегда используются эффективно. В новых экономических условиях к расходованию средств стоит подходить максимально рационально. В следующем году субсидии сельхозпроизводителям и перерабатывающим предприятиям сократятся с 747 до 619 миллионов. По плану, поддержка уменьшается как со стороны округа, так и федерального бюджета, которое предоставляется Ненецкому округу на условиях софинансирования. Если округ сокращает сумму субсидий, федеральная дотация не выплачивается. Рассчитывать на какие-то перспективы радужные не приходится. Очень хочется, чтобы вы сейчас прониклись и поняли, и построили свои финансовые планы своих предприятий, исходя из вот этого пессимистичного прогноза. Потому что в следующий год у нас максимальные расходы 12 миллиардов. Не надо думать, что завтра что-то появится. Давайте реально посчитаем то, что мы можем сделать. Так, руководителям оленеводческих хозяйств, которые смогли нарастить поголовье к предыдущему году на 6%, необходимо строить финансовый план, исходя из новых ставок субсидирования. Не 150, а 130 рублей за килограмм реализованного мяса. Как сказал Дмитрий Киселёв, направление поддержки будет меняться в сторону общественного поголовья. За последние 20 лет частное поголовье увеличено более чем в 2,5 раза. Общественное выросло только на 30%. В то же время это стадо даёт рынку более тысячи тонн мяса ежегодно, тогда как частное поголовье не более 250 тонн. Мы ведь выполнили ту задачу коллеги с вами, которая была в конце 90-х поставлена, в начале 2000-х. То есть мы вернули поголовье, даже динамика, таблица вам показала, что мы вернули то поголовье, которое у нас недоставало в последние годы. Сейчас мы меняем направление субсидирования, его виды для того, чтобы нам максимально большую получить, условно, извините за такое слово, выхлоп с тех субсидий, которые будут даваться из той поддержки. На заседании сельскохозяйственного совета были озвучены и проблемы, которые стоят сегодня перед оленеводческими хозяйствами. Дефицит квалифицированных кадров, грамотный управленец во главе предприятия, истощение и загрязнение пастбищ. Возможно, решение именно этих проблем позволит не снижать производственных показателей в новом году. Валентина Чебичик, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Приоритетные для региона объекты строительства по поручению губернатора Ненецкого округа обсудили члены общественного совета при Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Рассматривались 9 объектов, которые необходимы в социальной сфере. Первоочередным объектом, по мнению общественности, должно стать строительство инфекционного отделения Ненецкой окружной больницы. Сегодня это отделение располагается в здании со стопроцентным износом. Смета новостройки превышает 713 миллионов рублей. Вторым по важности определена пристройка к зданию Центральной районной поликлиники. В существующем здании у 13 из 23 врачей нет отдельных кабинетов для работы. Как отметила главный врач медицинской организации Валентина Григорьева, дефицит помещений не позволяет использовать все имеющееся медицинское оборудование. Расширение площади Центральной районной поликлиники обойдется окружному бюджету в сумму, превышающую 1 миллиард рублей. На третьем месте по приоритетности оказались сразу два объекта – Папов, Хангурея и Щелино. Далее приоритеты распределились следующим образом. Детский дом семейного типа – 214 миллионов рублей, окружной противотуберкулезный диспансер – 762 миллиона, пристройка главному корпусу Ненецкой окружной больницы – 1,2 миллиарда рублей, в психиатрическое отделение Ненецкой окружной больницы – 1 миллиард, дом-интернат в Тельвиске – почти 261 миллион рублей. Администрация Ненецкого округа утвердила региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Программа рассчитана на период с 1 января 2017 года по 31 августа 2020. Ее цель – переселение жителей округа из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. В рамках программы планируется из 90 домов переселить почти 2000 человек. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных домах составит почти 32 тысячи квадратных метров. Программа предусматривает снос аварийного жилья, приобретение для переселенцев жилых помещений, строительство новых зданий, в том числе на условиях долевого участия, а также предоставление компенсационных выплат на строительство или приобретение благоустроенных жилых помещений за пределами Ненецкого округа, исключая Москву. Общий объем финансирования четырехлетней программы – почти 2,9 млрд. Основная нагрузка по финансированию ляжет на окружной бюджет и государственную корпорацию – фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации, например, из-за пожара, и многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2016 года. Оценить качество услуг и дать свои рекомендации. Правительство России проводит опрос по качеству оказания транспортных услуг. Ответить на вопросы можно до конца октября. Транспорт на все сезоны. Новое судно Северной транспортной компании на воздушной подушке вышло в первый рейс. Новое судно на воздушной подушке Василий Самойлов сегодня вышло в первый рейс по новому расписанию. В сентябре оно было доставлено в Наринмар, проведены обязательные испытания, получен допуск к эксплуатации только в начале октября. Все регистрационные процедуры были завершены. Удобство нового транспортного средства, сделанного в России, уже успели оценить пассажиры коммерческих рейсов. Согласно вновь утвержденному расписанию, подушка будет эксплуатироваться весьма активно. Ходить в Нельминос через Кую и Андик, возить пассажиров вверх по Печоре до Тошельской и Щелино. Расписание движения и информация о стоимости проезда направлены в администрации поселений и размещены на официальном сайте Заполярного района. Судно на воздушной подушке является всесезонным транспортным средством. Жители России могут улучшить качество транспортных услуг, ответив на вопросы онлайн. Интернет-опрос россиян, пользующихся пассажирским транспортом, проводит аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Своё мнение по теме можно выразить, ответив на ряд вопросов на сайте «Опрос пассажиров РФ». Респондентам необходимо будет указать свой регион. Всего предложено 22 вопроса. Они касаются расписания движения пассажирского транспорта и его комфортности, регулярности рейсов, стоимости проезда и другие. Предлагаемый опрос даёт жителям возможность оценить качество оказания транспортных услуг в округе. На основе результатов общественного мнения аналитический центр разработает рекомендации Министерству транспорта и правительству по улучшению транспортного сообщения. Принять участие в опросе можно до конца октября. В Ненецком округе подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народно-участковый-2016». В результате онлайн-голосования победителем стал старший участковый и полномоченный полиции майор полиции Стас Шестарёв, который следит за правопорядком на территории Юшарского сельсовета. Он же одержал победу и в прошлом году, причём не только на окружном уровне, но и на всероссийском. По мнению населения страны, он стал лучшим из 83 сотрудников полиции, принявших участие в конкурсе. Онлайн-голосование конкурса в регионе завершилось 16 октября. В окружном этапе принимали участие помимо полицейского из Каратайки, участковые и уполномоченные Андрей Никонов из Тельвиски, Сергей Павлов, участковый Пустозерского сельсовета и Александр Сангаджиев из ОМИ. Всего проголосовало 330 человек, из них 176 поддержали. Старшего участкового уполномоченного полиции посёлка Каратайка, майора полиции Стаса Шестарёва. Приятную новость «Страш порядка» узнал от нашего телеканала. В очередной раз на мне большая ответственность. Я выражаю большую благодарность всем жителям нашего сельсовета, также жителям Нинского округа, кто поддержал меня в этом голосовании. Спасибо. Всероссийский этап конкурса стартует 1 ноября. Жители Заполярья смогут поддержать Стаса Шестарёва в ходе онлайн-голосования на официальном интернет-сайте МВД России. Награждение победителя и призёров конкурса пройдёт в торжественной обстановке в канун профессионального праздника участковых и уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября. Лучшие сочинения учащихся Нинецкого округа представит регион в финале Всероссийского конкурса сочинений. Конкурс с 2015 года проводит Министерство образования и науки. Его цель – возрождение традиций написания сочинений как самостоятельной творческой работы. На региональный этап конкурса поступили 40 работ, в том числе 37 сочинений школьников из Наринмара, посёлков Красное, Каратайка и Искателей, а также сёл Великовисочное и Тельвиска. Три работы представили учащиеся Нинецкого аграрно-экономического техникума и Наринмарского социально-гуманитарного колледжа. Участники должны были раскрыть одну из пяти предложенных тем – юбилейные даты писателей региона, культурное наследие Уильяма Шекспира, русская литература в отечественном кинематографе, история света от угольной лампочки до высоких световых технологий и дорога в космос – мечта человечества. Конкурс проводился в четырёх возрастных группах. Итоги были подведены на основании рейтинга участников. Сочинение оценивали на соответствии с заявленной темой оригинальности, мастерству изложения. С работой «Сказка про лампочки» в своей возрастной категории победу одержала шестиклассница школа номер пять – Дарья Хозяинова. Сочинение «Письмо учителю восьмиклассницы Надежды Дедовой из школы села Великовисочное стало лучшим среди работ учащихся седьмых-девятых классов. Среди старшеклассников лучшей признана работа «Спасибо за вселенную» Надежды Лыченко из первой городской школы. Среди студентов – холодный свет, освещающий путь, Марии Клепиковой, учащийся на ЭД. Пожелали спокойного сна косолапому другу. Бурый медведь в заповеднике Ненецкий попрощался с горожанами и готовится к зимней спячке. Ненецкий округ готовится к празднованию Дня народного единства. 4 ноября во Дворце культуры Арктика состоится традиционный окружной праздник национальных территориальных землячеств «Венок дружбы» и концерт с участием творческих коллективов округа. В рамках окружного праздника «Венок дружбы» в фойе первого и второго этажей Арктики будут работать краеведческие площадки, посвященные теме мужчин в традиционной культуре. Представители разных национальностей, проживающие на территории округа, представят свою кухню и народные ремесла. Дети смогут принять участие в хороводах и мастер-классах. Для малышей будут организованы игровые зоны. Одновременно в кинозале пройдет демонстрация документальных фильмов и видеоклипов о малой родине, созданных землячествами и национальными объединениями. После чего начнется праздничный концерт «Душой и сердцем мы едины», на котором будет передана летопись клуба земляков Ненецкого округа. Эта книга включает перечень добрых дел, территориальных землячеств и их планы на будущий год. Дню Народного Единства будут посвящены и другие мероприятия, которые пройдут в Ненецком округе. Скажи Мише сладких снов. Праздник под таким названием прошел в заповеднике Ненецкий. Теперь гостям запрещается посещать бурого медведя. Пока косолапый готовил постель, многочисленные гости, малышня и взрослые, проходили экологические испытания, играли и занимались творчеством. Пожелать Мишке сладких снов отправилась и наша съемочная группа. Мишка готовит себе теплую постель. Скоро у косолапого начнется зимняя спячка. Пожелать Михаилу Потапычу сладких снов в этот день пришли более сотни жителей. Гостей встречали горячим чаем. Последний день Миши спать ложится он у нас уже. Поэтому решили позвать людей, чтобы вместе с нами это событие отметили горячим чаем. Василий Иванович, а Мишка уже стал вам как член семьи? Семьи? Ну да, ну вообще вашей как бы рабочей. Как родной у нас. Приходишь в первую очередь и идешь к нему. Миша, выходи, здороваешься с ним. Как член нашей команды, да. Своему главному члену команды сотрудники заповедника Ненецкий устроили большой праздник. С играми, подарками и многочисленными площадками. На одной из них побывал Артем Леонов. Я успел поучаствовать вон там вот, где канат. Ну, кто сильнее? Ага, и кто был сильнее? Ты выиграл? Ну, один-один. В команде белых, в команде бурых. Один-один, ничья. Кроме перетягивания каната, особой популярностью пользовалась станция «Уложи спать друга». Там малышня и взрослые бились на подушках. Любителям творчества на праздники тоже скучать не пришлось. Десятки ребятишек на свежем воздухе рисовали следы, собирали пазлы и делали мешутку из бумаги. А особо любознательные смогли совершить путешествие по экологической тропе. Вообще все здорово. Экскурсия, вот эта экологическая тропа очень понравилась. Для детей, я думаю, что это было очень познавательно и для взрослых тоже. Еще нам очень понравилась организация чая. И вообще мероприятие, конечно, я думаю, что подарило людям много хороших положительных впечатлений. Мы очень обрадовались, что вышел медведь все-таки. Это действительно подарок для нас, да, Вадик? Для маленьких ребят посмотреть на настоящего живого медведя – большое событие. По словам замдиректора заповедника Ненецки Юлии Богомоловой, ежегодно всеобщего любимца посещает более 800 человек. Каждый день приходит как минимум от 5 до 10 человек. И за весь сезон посещения больше тысячи человек приходят посетить. Как чувствует себя Мишка? Замечательно, я бы сказала. Вот ему сейчас привезли сено, лапник. Он обустраивает свою берлогу, чтобы пережить, проспать в ней всю зиму. Напомню, сейчас Косолапому 24 года. И это весьма солидный возраст. За свою жизнь лесному жителю пришлось многое пережить. Его еще маленьким медвежонком поселили у себя сотрудники одной из фирм города. Потом Мишка оказался на городской свалке, где прожил почти 5 лет. Два года назад судьба хозяина тундры круто изменилась. После переезда в заповедник Ненецкий он получил новую жизнь. Скоро Мишка заснет, а проснется только весной. Для того, чтобы сон был спокойный и крепкий, у Косолапого сегодня есть все условия. Мягкая постель, хороший вес, спокойная обстановка и добрые пожелания. Что Мишутке пожелаешь? Приятных снов. Спокойной ночи. Пусть спокойно спит. Я пожелаю ему, чтобы он жил. Жил да был. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.